Все, запись пошла. Так, а наставай. Так, все видно. Раймерная электроника. Так, 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 так. Так, а чуть-чуть, чуть-чуть левей. Чуть-чуть левей. Так, отлично. Так, вот здесь, как она выглядит. Так, включай, включай. Доброе утро. Доброе утро. Извините, тороплюсь. Да. Вот это, который ходит по горам, я вас смотрю. Замечательный человек. Спасибо. Вы отдыхаете или только работаете? Ну, это же вы, да, по горам ходите? Да, 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 да. Всем привет, дорогие друзья. Итак, сегодня такая тема у нас необычная. Фотоохота. Много людей увлекаются фотографией. Кто-то фотографирует там замки, дворцы. Кто-то путешествия там в дальние страны. Ну, у кого на что, как говорится, воображения, фантазии хватает. Ну, и плюс финансов, конечно же. Почему затронул именно эту тему? Не всегда получается вырваться в горы. Не всегда получается, чтобы подгадать погоду. Но для фотоохоты особых требований нет. Профессионалы там могут раком простоять и часами, чтобы зацепить именно какую-то вот позу какого-то жука, там, богомола, какой-то стрекожи и так далее. У кого-то есть специальная аппаратура, которой макросъемка проводится, ну, в буквальном смысле, прямо глобально. У профессионалов, когда, естественно, когда есть для макросъемки специальная аппаратура, ну, качество понятно. Но можно также и на телефон, вот как это делает, к примеру, я. Не скажу, что фотографии супер, но есть виды, допустим, бабочка, которая живет высоко в горах, которую я вот, например, раз в жизни всего видел, да. Показать друзьям, которые видели ее только в учебниках, там, где-то в каких-то там атласах по энтомологии, это совсем другое. Поэтому можно действительно уделить, там, минуты времени. Кто-то там просто, все, есть фотография, там бабочки не видно, конечно, там видно поляна, там, ну, какое-то пятнышко. Вот, а можно пролазить рачке, покланяться этой букашке, там, таракашке, жучку какому-то там или птичку там заговорить, чтобы она там попозировала. То есть это все процесс, именно процесс охоты. За долгие годы путешествий у меня собрались, собрались тысячи фотографий, пожалуй, и вот эта такая тематическая папочка вот случайно сидела, вот она мне попала на глаза. Думаю, поделюсь, поделюсь, покажу, вот, какие моменты можно заснять в процессе выхода в горы, какие моменты можно заснять в процессе выхода в горы там и так далее и тому подобное. Стоп, 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 можно? Вот, в прошлый раз, когда Сережа был в гостях, но я только разбирал посылку с этими кораллами, а теперь есть возможность их увидеть уже на витрине, она оформлена. Тут представлены также интересные виды кораллов, которые, ну, как просто не пойдешь, не купишь, проще поехать на Филипины, нагнуть самому и оторвать это что-то. Вот, но это является драконьерством. Благодаря Рейсе Васильевне Боровской, которая принадлежала этой коллекциям, у нас теперь есть возможность увидеть уникальные кораллы, которые можно было наблюдать лишь на картинку. В палеоколлекции, естественно, тоже есть новые экспонаты. Ну, и, соответственно, в палеоколлекции тоже есть новые экспонаты. Вот, например, здесь представлены миниатюры, есть и моллюски новые интересные, поэтому постоянно что-то происходит. тут просто так, ничего нет. Ну, нельзя, это можно будет выделить. Ну, а по центру, ну, по центру у нас находится еж-цеда, и с его иглой вокруг него расположены. Ну, потому что это его волки, ну, как бы вот внизу мы видели, какого же ежа только. Иглы крепятся непосредственно на скелле. Здесь представлены разные виды ежей, и, соответственно, можно познакомиться с разнообразием. Господин Поберже, я давно хотел у вас поинтересоваться. Что? Нет ли у вас случайно лишнего яйца? Во! Субтитры создавал DimaTorzok Короче, антикварный черный доктор. Нашли на нычке. Привет, Сонечка. Так, это мы сейчас с тетей Надей, на вершине, где мы с тобой были летом. Где мы с тобой под Христом фотографировались. Далее открываются вот такие вот виды. В общем, помню, что дядько с седой бородой, который подходит и спросил, что тебя все знают, что в горах даже знают. Это тут, а мы сегодня с тетей Надей. Дуже холодно. Витер прямо, прямо страшный. Так что будем оцекать. Великий привет всем, кто меня помнит. Привет, Олешке. Привет. Плохи ним, бабушке, в общем, Анне. Всем-всим. Великий привет. Мы сегодня на одной из самых высоких вершин. Дуже-дуже холодно. Все, я тебя люблю. Обнимаю. Это мою пока. Привет, Сонечка. Так, тебе сегодня передаю привет. С высоты больше тысячи метров над уровнем моря. Это вершина Турла Кая. Хребет Кизил Кая. За мной хребет и ограб. Затянуло все молоком. Видишь, вон надо мною диагулятор, который показывает, что я стою на вершине. Я надеюсь, там шаришь. Ну, тут, правда, и так видно, что медведь шаришься. Вот так вот. Облака подо мной. Затянуло все. Вон білим-білим. Ну, оно было и тут, а это уже начало отступать. Утром вышло таке все хмарное, было непонятно. Піднявся над хмарами. Там, конечно, темно. В Ялте зараз тепло. А над хмарами піднявся. Тут вот такая вот красота. В общем, красота. Великий тебе привет, Сонечка. Я тебя люблю. Обнимаю. Всего мою. Большое. Вспомнил Николаевич. Я сижу, ем банан. Ветер пипец, холодно. Вспомнил, *** Николаевича. После третьей бутылки коньяка, он такой берет кожуру банана, сидит такой чмокая, говорит, какая вкуснятина, что это такое вкусное? Ну, уже понятно, такой, такой. Что это такое вкусное? ***, говорит, кожура банана. Он говорит, ой, вкусное. Ну, он так и не понял, что он ел. Это была именно кожура банана. Остатки роскоши, поскольку с закуси уже не оставалось больше никакой. Фу! Надо дулю показывать. Дулю вот так. Дулю вот так. Это вам не пешком ходить, да? Кш-кш-кш, кш-кш-кш. Ух ты, на лицу хватает, молодец, а тут засада, сейчас они все сюда вслетятся. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил ДimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я таки вырвался на озеро Пришел суток, сутки не спал Былась мечта Сижу босиком на траве Этого в городе себе позволить Не каждый может Вот удочка Передо мной Озеро Красивейшее Ни хрена не клюет, но кайфово Это вот иду пути отступления Сразу на ходу смотрю С гор там что-то такое и тянет страшное Здесь хоть как-то может Может быть Стоящее, Рикса, без ног Ай-яй-яй-яй-яй-яй Вот она делает мостик Да? Мостик, говорю, делает А мы баем А на диску видно? Да Не маки, а мочища Прям вот такие огромные Сейчас, Игорька, еще не покусает Игорь, крыльяк У меня так не снимают Эти ближние Это макро есть, да? Съемка Я макро не пользуюсь У меня Соприкасание мирово Вот так вот Идешь, идешь Надо же такое вот В лесу встретить Не так давно, кстати Да, съезд Такие вот Грузди Так, шухер Шухер по норам Он, рыбинспектор, приехал Он бежит Бежит, бежит Да, красиво Жена твоя пришла Собака Да, иди сюда Иди, надо Иди Завтрак Что, сосиски Реально красивый Ты чей? Он такой милашка А взгляд такой Вот Это называется Жесткая комбинация Потеряли дети А удочка Все наперехлест Да? Да Это вообще Блин Ты шо Ты шо Я ж твою закинул Понимаешь? Блять Количество Да Ой, смотри Там дорогу Сделали Да Ау Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас